По всей стране продолжает набирать обороты республиканский экопроект Таза Казахстан. Напомним, в рамках всенародной акции «Чистоты» повсеместно ведутся работы по облагораживанию, благоустройству и наведению порядка на прилегающих территориях населенных пунктов, сел, районов и городов республики. Отметим, что масштабная акция стартовала в начале текущего месяца и продолжится в течение пяти недель, каждая из которых имеет свою тематику. О том, насколько качественно реализуются поручения и государственные проекты в Ембекши-Казахском районе Алматинской области, расскажет наш корреспондент. Также жители города Ессык Ембекши-Казахского района активно участвуют в очередной семидневке под названием «Киелемекен», посвященной работам по благоустройству территории историко-культурных памятников. Напомним, что все мероприятия осуществляются в рамках республиканской эко-акции «Таза-Казахстан». В целом по району приняли участие около 16 тысяч человек. Заканчивается вторая неделя республиканской экологической акции «Таза-Казахстан». Жители страны дружно очищают города и села, наводят порядок на улицах, придомовых участках, проводят работы по благоустройству территорий историко-культурных памятников. Впереди еще три этапа этой акции, но уже сейчас видно, как много мусора вывезено в регионах. Сколько еще предстоит выполнить работ? Я убежден, что президент страны своевременно выступил с подобной инициативой, а сама акция несет в себе целый ряд задач, объединяющих главную цель – формирование в гражданах экологической культуры. Безусловно, чрезвычайно климатическая ситуация на планете заставляет нас остановиться и начать действовать. В рамках всенародной кампании по наведению чистоты и порядка в городском парке молодежи имени Жамбыла Жабаева приняли участие более 200 человек. К слову, с начала республиканской акции по Эмбихши-Казахскому району задействованы порядка 1150 учреждений, предприятий и общественных организаций края. Чистый город, чистые улицы – это душа народа, это чистота, это показывает всю красоту, но особенно нашего города Ясык. Сами знаете, он находится в прекрасном, красивом месте, и чтобы он был чистым, мы для этого вносим свой непосредственный вклад. Во всех селах, везде наши люди активно работают, приводят в порядок все. Участки, улицы, дома, арыки чистят, деревья садят, озеленяют. Ну вот сегодня приехали вот сюда, Весык помогает человек 15, у нас есть от нашего центра. Ну у нас район очень красивый, он находится в очень экологически хорошем районе. У нас природа очень красивая, люди хорошие, поэтому мы стараемся, чтобы свой район был чистый, красивый, озеленяем. С каждым годом благоустройство лучше и лучше становится. Вот этот парк у нас недавно заработал. В общем, все прекрасно, все хорошо. И мы стараемся, чтобы у нас все было прекрасно. Эстафету очередной тематической семидневки участники нынешней акции приняли от жителей Толгарского района, а после намерены передать старт Уйгурскому району. Отметим, что на территории Эмбихши-Казахского района расположены 102 памятника, а также 284 археологических кургана, на которых повсеместно ведутся работы по облагораживанию территории. Наряду с этим отремонтировано 187 историко-культурных памятников. Вывезено более 600,5 тонн мусора. Касым Жомар Токаев неоднократно говорит об экологическом образовании в высших учебных заведениях и школах. Воспитание в подрастающем поколении уважения и должного восприятия экологии родного края, несомненно, прививает школьникам и студентам экологические ценности. Наряду со всеми казахстанцами мы делаем чистой свою страну и вносим вклад в становление и развитие экологического сознания наших учеников. Ведь все-таки чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Масштабная республиканская акция нацелена на приобщение казахстанцев к добрососедству и взаимовыручке, пропагандирующих ответственное поведение и следование общепринятым в социуме нормам взаимодействия. Отметим, что до 27 апреля продлится неделя под названием Жасылаймак. За этот период зеленый фонд страны пополнится новыми саженцами, а стволы деревьев будут побеленные. С 29 апреля по 4 мая стартует семидневка на тему Унигеля Орпах, посвященные уборке и благоустройству дворов, домов ветеранов и территории домов престарелых. И в последнюю пятую неделю под названием Мюльдр-Булах от мусора будет очищено побережье водоемов. Жандос Назарбаев, Жадербек, Нурбек, телеканал ЖТСУ, Алматинская область.